Готовность защищать родину. В чем она выражается? Это качество врожденное или привитое? Сегодня в День защитника Отечества специальный выпуск программы «Вечер лайф». И у нас в гостях депутат Государственной Думы Михаил Шеремет и первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс. Господа, вас праздником, всех мужчин и причастных представителей прекрасного пола с праздником. И непосредственно о корнях, традициях, истории и нынешней вариации празднования. Михаил Сергеевич, какое-то время, 23 февраля, было принято считать праздником исключительно тех людей, которые имеют отношение к армии. Это правильно? Ну, вообще, праздник имеет долгую, скажем, историю, продолжительную и традицию. Это был 1919 год, далекий, когда Красная Армия вступила в сражение с германской интервенцией. Защищала тогда этот день. Назвали Днем Красной Армии и Военно-морского флота. В последствии, уже позднее намного, уже это 46-й, по-моему, год, если не изменяет память, этот день уже был День Советской Армии и Военно-морского флота. И уже только в 1993 году этот праздник стал называться Днем Защитника Отечества. Но я хотел бы сказать и то, что в украинский период нахождения Крымского полуострова в составе Украины этот праздник не праздновался, потому что был назначен День 6 декабря, День Вооруженных Сил Украины. Но, тем не менее, жители полуострова ежегодно отмечали этот замечательный праздник. И в 2014 год не было исключения. Мы на 23 февраля все вместе собирались под стенами госсовета и отмечали этот праздник. Да, это действительно так. Ну, все-таки касательно вопроса о том, что праздник людей, которые имеют отношение к армии. Я считаю, что этот праздник Дня Защитника Отечества. И защитником Отечества может быть каждый, не только тот, который имеет непосредственно отношение к армии. И это проявилось в 2014 году, когда люди, которые не служили в армии, которые еще предстояло служить в армии, стали в ряды народного ополчения для защиты нашего полуострова. Абсолютно правильно. Те люди, которые действительно не имели отношения к армии, наверное, понятия даже не имели, как портянками пользоваться. Но все-таки родину в трудные времена они готовы были защитить и защищали. Ефим Зеевич, вот пять лет назад крымчане были готовы, наверное, ко всему уже. События разворачивались очень динамично. И, чего греха таить, вооружались кто как мог, готовясь действительно к худшему. Вот некоторые до сих пор хранят черенки от лопат в памяти о том, что произошло на тот период времени, как реликвию. У вас на даче не завалялся такой черенок? Вы знаете, нет, черенка у нас нет. У нас есть слово, у нас есть идея, у нас есть желание, у нас есть состояние души. Михаил Сергеевичу задали очень важный вопрос. Действительно, это те, кто в форме или те, кто не в форме? Да, длительное время вот те, кто в форме, это день советской армии военно-морского флота. Но кто-то, мудрый человек, придумал вот это название «День защитника Отечества». Мы же не говорим, что вот сегодня, вчера, завтра. Мы говорим, что Мини на Пожарске собрали людей. Для чего? Собрали людей, кликнули для того, чтобы защитить Отечество. Мы же не говорим 1812 год, Отечественная война. Для чего собрали? Для того, чтобы защитить Отечество. Мы же не говорим, август 41-го года, когда в Крыму состоялось, были вот эти события. Мы же не говорим о Москве, ополчении. Мы не говорим о Ленинграде, когда действительно трагедия была. Михаил Сергеевич, участник этих всех событий. Когда мы под зовом сердца, под зовом жизни, по призыву наших лидеров, Аксенова, Константинова, мы сказали, нам нужно защитить Крым. Мы же не говорили, война не война. Мы говорим, просто нужно защитить Крым. И сегодня мы правы, потому что бандеровцы ходят по улицам, по которым гнали людей на расстрел. Мы не говорим о том, что, или мы в душе понимаем, что нельзя этого было допустить в Крыму. Вы можете себе вообще в принципе представить, что бандеровцы на площади Ленина в Симферополе банковали? Но это вообще, это вообще с ума сойти от всего этого дела. Им поднялись, поднялся народ, поднялся народ. И сегодня, пять лет тому назад, под руководством Михаила Сергеевича, под главой республики Крым, он верховный тогда командующий. Вы так достаточно эмоционально сейчас это все рассказываете, да, стучите кулаком по столу. Уже даже по прошествии пяти лет, да. А вот тогда, как офицер, не рвались в бой, когда была необходимость решать это все другим путем? Вы знаете, кто первыми стояли в строю народного ополчения? Первые, первые, первые шеренги. Афганцы, ветераны войны, люди, которые прошли вот эти локальные все войны, они первыми стояли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая шеренга. А дальше стояли люди, которые действительно, для которых Крым, это было состояние души. Крым. Украинский, российский, мы тогда не говорили, мы говорили о Крыме. Крым. Наш Крым не должен быть ни под бандеровцами, ни под негодяями. Крым должен быть Крымом. Ну, первая линия очевидна, да, стояли люди, которые имели опыт. Михаил Сергеевич, а вот вам офицерский опыт, он пригодился во время формирования народного ополчения и координирования его? Ну, впоследствии, конечно, безусловно, потому что народное ополчение стало практически воинским формированием, где были сформированы абсолютно все ветви, скажем так, власти, начиная от начальника продовольственной службы, заканчивая командиром отделения. Если говорить, вот Ефим здесь говорил о том, что крымчане, да, и мы все это знаем, все это видели, на наших глазах происходило, действительно с готовностью стали в ряды народного ополчения для того, чтобы защитить свою землю. А пример других городов, да, жителей тех городов, обычных людей, допустим, Харьков, Одесса, да, которые, ну, всегда были настроены пророссийски, да, почему там не получилось у руководства, у лидеров сформировать народное ополчение и вот по тому же сценарию, что и Крым действовал? Я думаю, что не получилось не у народа, а у лидеров не получилось, потому что нам повезло в Крыму, нам повезло с главой республики, повезло с нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, потому что без их, скажем, твердой воли, решительности, сегодня бы мы просто не сидели бы за этим столом и не давали интервью. Вы знаете, ну, мы сидели в зале Верховного Совета на тот момент и голосовали, это очень важное состояние. Знаете, ну, вспомню историю. Ленин сказал шесть слов и перевернул мир. Константинов сказал пять слов. Верьте мне, все будет хорошо. И мы голосовали. На улице стояло ополчение, которое обеспечивало нам это голосование. Понимаете? Вот это состояние души. Это не просто желание, я хочу. Это состояние души. И вот действительно, я поддерживаю Михаила Сергеевича. Вот два человека. Один на улице поднял народ, второй в зале обеспечил правовую чистоту, легитимность решения этого вопроса. И вместе мы сделали то, что... Ведь можно было в 91-м, там, 94-м. Ну, мы знаем нашу историю крымскую. Но сошли звезды и сошлись два лидера. Аксёна и Константина, которые сумели мобилизовать людей, каждый на своем участке. И поднять, поднять, сделать легитимность. Мы сегодня говорили, встречались вот с нашими, действительно, уважаемыми людьми. Людьми, которые пришли первыми, стали в первой шеренге народного оболчения. И мы сегодня говорили. Сергей Валерьевич сказал главное. Главное было не допустить крови. Мы должны все были сделать, и мы сделали все, чтобы только не было крови. И сегодня, американцы, все это, они сегодня не могут к нам предъявить претензии. Вообще не могут ничего сказать. Потому что настолько было чисто, легитимно, в правовом поле международного права, что, ну, только, ну, называют там, ну, очередные там называют и так далее, и так далее. Но ничего не могут сделать. Вот это главное. Ну, формальные придирки, они были, наверное, есть и будут, но нас это в меньшей степени касается. Михаил Сергеевич, ну, вот, продолжая говорить о создании непосредственно оболчения, это идея какого-то конкретного человека, вот, там, ребята, нам нужно создать. Или люди начали сами организовываться? Да, массово люди стали подходить, потому что мы проводили митинг, посвященный Дню Защитника Отечества. Ну, и, конечно, митинг, он перерос, скажем так, в антимайдан, потому что мы видели, что творится в одной из самых прекрасных столиц мира, и я не побоюсь этого слова, Киева. Во что, в какую ваханалию, в какой срам превратили эту площадь, эти дома, эти улицы. И в этот момент стали люди прямо подходить и говорить, Михаил Сергеевич, мы чего ждем? Вот чего мы ждем, скажите? Вы хотите, чтобы по нашим улицам ходили роты бандеровцев? Мы хотим террора? Говорят, давайте создавать народ, давайте самооборону в то время было. Да, самооборону, да. Было принято решение, что мы не самооборона, мы не будем уподобляться. Да, 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 нашим, скажем, недругом, да, им назвались ополчением. И глава республики принял решение тут же, сказал, Михаил Сергеевич, немедленно выносить столы, начать запись народного ополчения Крыма. И той массовости, той активности, вот я до сих пор не могу забыть, потому что приходил действительно и старый млад, приходили мальчишки по 12 лет, стояли в очереди записывались, и пожилые ветераны с палочками, которым уже за 90 лет они записывались, я говорю, у меня есть еще порох в пороховнице. Мы не могли отказывать ветеранам, мы их записывали, они были почетными ополченцами в то время. Но ополчение нельзя говорить, что это вот те 10 тысяч человек, которые были списочные. Ополчение это был весь наш полуостров. И явным доказательством это, это наше голосование, где порядка 96% такой явки, скажем так, я, наверное, больше уже никогда в жизни не увижу, потому что это действительно историческое событие, которое было. И наши недруги, многие говорят, что мы более 20 лет, когда находились под оккупацией Украины, говорят, что мы к этому периоду готовились, разрабатывали планы, стратегии, не было никакой стратегии. Михаил Александрович, вот все-таки вдогоночку вопрос насчет стратегии. Войны, безусловно, выигрывают солдаты простые, но планируют генералы. И действительно многое зависит от решений, тактики лидера. Вот на тот момент, наверное, оплотом ополчения стал костяк русского единства. И все-таки, ну не знаю, мне с трудом верится, что не были проанализированы возможные варианты развития событий, и не было какого-то плана на случай какого-то негативного явного воздействия со стороны Украины. Оно было, но я имею в виду конкретное физическое уже вмешательство. Дело в том, что русское единство в то время уже имело такой, скажем так, даже боевой опыт, потому что оно ездило дорогами победы, были акции. Мы видели ту ваханалию, которая творится в западной Украине. Мы уже сталкивались, скажем так, шло противостояние бандеровцев, активной молодежи, которая нападала на ветеранов, срывала ордена, стягала их по лицу цветами, которые несли возложить своим близким родным. Мы уже воспитывали их на территории западной Украины, и поэтому мы к тому времени уже были готовы. Но я хочу сказать, что нас сплотило ни русское единство, ни какая-то другая иная партия. У нас не было такого понятия. У нас был единственный флаг, и это был флаг Крымского полуострова. И на этом флаге был герб, где вы помните, наша сила в единстве. И этот герб и этот лозунг нас спас. У нас была одна на всех национальность, крымчане. Ефим Ильич, продолжая тему народного ополчения, на тот период действительно оно выполнило свои функции, безусловно, обеспечив в том числе и силовую поддержку жителям полуострова, гарантировав невмешательство в какой-то мере, наверное, этих условно поездов дружбы, которые нам все время обещали сюда прислать в Крым. Но люди организовались, защитную функцию выполнили, и по логике должны были разойтись, каждый заниматься своими мирными делами в дальнейшем. Но у нас же в Крыму до сих пор не расформировано народное ополчение. Вы знаете, Михаил Сергеевич вошел в историю. Хочу продолжить эту тему. Ведь сегодня говорят, мы уже давно планировали в России. Никто не планировал, вообще не было этого. Мы помним 22 февраля похороны наших трех беркутцевцев, которых на площади Ленина весь Крым собрался хоронить. Мы в это время были в Харькове, когда собрали нас диригации юга и востока Украины для того, чтобы решить, что дальше делать. И мы видели предательство президента Украины, за которого мы тут голосовали. Мы видели предательство руководителей нашей областей, в том числе республики, автономной республики Крым, которые сбежали и бросили нас. И мы искали выход, а на улице стояли эти майданутые, эти негодяи. Стали, хотели нас уничтожить. И хрупкие силы милиции, полиции обеспечили все. Мы еле, ну, уехали, прилетели в Крым. И 23-го мы собрались для того, чтобы просто День защитника Отечества. И люди сами пришли. Люди сами пришли и начали записываться. Михаил Сергеевич правильно говорит. Начали записываться. Это не было призыва, ничего. Люди сами пришли. Это очень важно. Это очень важно. И сегодня, когда говорят о том, что кто-то там что-то... Да никто не... Люди сами... Это действительно, это то состояние души, когда народ поднялся защитить себя. Не защитить там государство, но Украина. Защитить себя. Защитить свою семью, своих детей, внуков, внучек. И вот это было 23 февраля, вот 5 лет тому назад, когда действительно собрались. И вдруг возникла такая необходимость. Михаил Сергеевич вместе с Сергеем Валерьевичем приняли это решение. Мы тогда еще даже сессия. Мы не знали, что будет 26 февраля. Вот разгром, погром. Мы не знали, что будет 27 февраля. И Сергея Валерьевича утвердят председателем Совета Министров, который скажет. Я беру на себя всю ответственность. Я, Верховный Главный Накомандующий. Все вооруженные силы, все, что он в Крыму, мне подчиняется. Вы понимаете, это же, это сегодня, 5 лет тому назад, казалось бы, а сегодня это история. Если бы этого не было, вообще не было бы ничего. Мы не знаем, чем бы это все закончилось. Вот звезды так сейчас сошлись. И слава Богу, мы сегодня говорим спасибо нашим ополченцам, которые пришли. Тогда еще, наверное, и название, вот Михаил Сергеевич правильно говорит. Это просто все спонтанно. Это люди захотели. Понимаете, когда поднимается народ и говорит. И вдруг из народа поднимаются лидеры, которые готовы повести за собой людей. И сегодня они ведут. Они сегодня ведут. Мы сегодня благодарим крымчан, которые пришли 23 февраля. Которые пришли, не пришли. Но пришли они на референдум. Референдум 6 марта. А это было 22-23 февраля. Это дистанция огромного размера. Еще много, много всего было. Да, действительно так, Михаил Сергеевич. Но вот все-таки вопрос не закрыт, да, касательно... Я хотел продолжить просто слова Ефима Зисовича. Я хотел вспомнить под Корсунью разбитые автобусы, сожженные. Люди расстрелянные, которыми как фашисты так не поступали. С собаками гонялись по полю. Люди звонили, прощались просто со мной. Я напомню, заставляли есть стекло людей. Да, страшно творилось. Нам приходилось в то время уже в штабе русского единства, уже по карте, по навигатору, выводить людей на железнодорожные станции. Это было страшно. И те люди, которые вернулись уже в этих разбитых автобусах, они стали костяком народного ополчения. Поэтому для нас не было новости, что с нами случится. Мы помним заявления украинских лидеров, которые пришли к власти путем вооруженного переворота, что они сделают Крым либо безлюдным, либо украинским. Ну, для нас эта несправедливость была сумасшедшая. Мы как не признавали, так и сегодня не признаем ту власть, которая пришла кровавым переворотом к власти. Михаил Сергеевич, ну вот смотрите, у нас сегодня есть, безусловно, ополчение выполнило свою функцию. У нас сегодня есть сильная армия, у нас есть большое количество служб профильных, которые, безусловно, обеспечивают безопасность всей России, крымчан в целом. У нас есть Росгвардия. Нынешняя функция народного ополчения в чем заключается? Сегодня нынешняя функция – это охрана объектов государственной собственности. Они находятся на объектах, скажем так, антитеррористической безопасности, в части водохранилища, где мы же с вами совсем недавно, у нас уже были попытки терактов и по газопроводам. Мы же с вами от этого, хоть и прошло на протяжении пяти лет, но ситуация достаточно еще нестабильна. Мы слышим заявления, скажем так, с украинской стороны об угрозах. Поэтому сегодня ополчение несет службу на объектах государственной собственности. В любом случае, Совету министров приходилось бы нанимать частные структуры для того, чтобы охранять то количество объектов, которые сегодня существуют. И ополчение выполняет эту функцию. Она оказывает содействие правоохранительным органам, несет совместное патрулирование. Оно занимается также патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Но я хочу отделить. Это ФГУП, это организация, фактически охранная структура. И у нас есть народное ополчение Крыма, это же ветеранство. Понятно. Это, так скажем, вот есть на сегодня штат Костяк, который выполняет определенные функции. А вот в случае необходимости, насколько быстро удастся мобилизовать снова ополчение в том широком масштабе? Я твердо уверен, что в случае необходимости весь крымский народ станет на защиту не только своих родных и близких, но и всей страны. Я в этом даже не сомневаюсь ни секунды. Ефим Зеевич, вот 23 февраля, День защитника Отечества. Вы правильно сказали, что именно назвали так, День защитника Отечества. Не армии, не флота, а именно сегодня День защитника Отечества. Все люди, которые готовы стать на защиту своей земли, они принимают поздравления, поздравляют друг друга. Но на сегодня нет необходимости такого широкого призыва в армию новобранцев. Сейчас идет жесткий отбор, это действительно элитарная возможность попасть в армию в определенные подразделения. То есть не все молодые ребята будут иметь возможность приобрести какие-то навыки боевые. А каким образом прививать патриотичность тем ребятам, которые не пойдут в армию или выберут для себя другое направление? Чтобы они впоследствии тоже когда-нибудь при необходимости приняли правильное решение и записались в ополченцы. Вы знаете, сегодня возлагают цветы на могиле неизвестных солдат. Это святое место в Симферополе. Я так полагаю, это по всем городам и районам Крыма, где есть такие святые места, мы увидели юнармию. Мы увидели кадетов, которые шли в строю, девочки с бантами, парни, мальчики с пилотками. Вот это самое главное. Самое главное, что мы сегодня не воспитываем армию, в смысле будущих, мы сегодня воспитываем патриотизм. Патриотизм готов на защите нашей Родины, готов на защите Крыма, России, границ. Вот это главное. Оно в разных формах имеет. У нас есть мемориальный комплекс совхоз «Красный», где был когда-то в 43-м, 42-м, 44-м году консультационный лагерь. Сегодня 150 тысяч крымчан, гостей Крыма посетили этот комплекс. Вот главное, понимаете? Сегодня ребенок родился, вместе с молоком матери он должен питать себе любовь к Родине. Мама, Родина, страна. Вот это главное. И постепенно вырастать в защитника, которому будет доверено оружие, которому будет доверено, вот то, что Михаил Сергеевич, вы задали вопрос, мобилизация, когда нужно будет. Он встанет в строй. Мы вспоминаем 41-й год, когда мальчишки и девчонки. 41-й год, 22-й июня, только закончился выпускной бал. Многие только впервые, наверное, поцеловались друг с другом. Ну, наверное, это юные, юные девушки, юные ребята. И на следующий день, 22-го, в этот же день, они должны были идти в военкомат, а не шли в военкомат. Мы не хотим этого. Мы хотим мирно жить. Мы хотим мирно жить с Украиной. Мы хотим мирно жить с Европейским Союзом. Мы хотим друг к другу ездить, передавать опыт. Нам очень много нужно полезного, то оттуда перенять. Они должны перенять наш любой патриотизм, крымский патриотизм, для себя, для своих стран. Давайте так дружимся. Кстати, кстати, патриотизма, да, Михаил Сергеевич? Насколько я понимаю, что в тот период, сложный для Крыма, Россия многое дала полуострову. Я имею в виду, наверное, и в материальном, экономическом плане в первую очередь, да? А Крым, в свою очередь, даже многие люди, которые приезжают с материка, говорят, что просто колоссальный патриотический подъем вот на тот момент. Я думаю, что Крым это вообще, знаете, та пята, от которой оттолкнется Россия. Это та витрина Российской Федерации, и это не в далеком будущем, поверьте. Вы посмотрите, какие колоссальные изменения происходят на полуострове. У нас на протяжении более 20 лет, находясь под властью Украины, в Крым не вкладывалось ни копейки. Отношение было потребительским исключительно. Высасывались все ресурсы, земли. И то, что было создано нашими дедами, прадедами в советские времена, оно все нещадно эксплуатировалось и пришло в удручающее состояние. А в части патриотизма, то, что вы говорите, я хочу сказать, что мы поступить не могли по-другому. Меня бы, наверное, проклял бы мой дед, который был летчиком-вспытателем. Проклял бы второй дед, который был партизаном здесь, в Крыму, и которому фашисты перебили позвоночник. Он инвалид-колясочник был. И это со времен Минина и Пожарского. Всегда, в самые тяжелые времена, весь народ вставал на защиту своей земли, своих родных и близких. Так было всегда, и так будет и вплить. Я вовсе уверен. И только личным примером мы можем донести до нашего подрастающего поколения. Да, и физич, коротко уже... Вы знаете, я очень коротко, Михаил Сергеевич сейчас, действительно, у меня папа, ну, к сожалению, уже ушедший из жизни, давно ушедший из жизни, он тоже фронтовик, он солдат, в 44-м году написал заявление о вступлении в партию, коммунистическую партию, шоу-бой, написал. Вы знаете, для меня я никогда не был на Красной площади. Ну, так сложилась жизнь. И вот 18 марта, 14-го года, после заседания в Георгиевском зале, нас через Спасские ворота, Спасские ворота, мы вышли на Красную площадь. Я увидел, это не волна, это не море, это не океан, это вообще невообразимое количество людей. И все говорили, президент, президент, президент. Ну, стоял Аксенов, Константин на трибуне на Красной площади. Волна, это просто было невообразимое количество людей. И вдруг появляется президент. Тишина, тишина вдруг. И то, что он сказал, Крым возвращается в родную гавань. Представляете, вот это, это, это жизнь, это состояние души. Крым действительно вернулся в родную гавань, да, в том числе благодаря патриотизму защитников Отечества. Господа, я поздравляю с праздником вас, поздравляю с праздником всех защитников и защитниц Отечества. Благодарю вас за беседу, зрители, за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в этой же студии, в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры подогнал «Симон»!